Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей виртуальной студии гость из Иерусалима, легендарный раввин, которого слушают люди во всем мире. Он очень может быть, что один из самых популярных русскоязычных лекторов на тему Туры. И поэтому с огромным удовольствием я хочу представить вам Рава Ашера Кушнера. Добрый день, дорогие слушатели! Не такие суперлотивы, но очень рад встретиться в нашем виртуальном мире, который позволяет встретиться с многими людьми. В первую очередь, благодарность вам, благодаря вам и Равка Цинь. Я хочу выразить вам благодарность, что когда-то вы приезжали к нам в Нью-Йорк, и когда-то вы были в той самой комнате, в которой я сейчас нахожусь, откуда я веду нашу с вами передачу. Я понимаю, что вы находитесь, в свою очередь, в славном городе Иерусалиме, в районе Байтвеган, в котором я тоже жил и учился когда-то. Поэтому меня с этим районом связывает, в частности, мой учитель Моребе. Его фотографию вы видите, это Ребмейр Ходаш, который был духовным руководителем Яшива Терес, который находится в двух минутах от вас. Поэтому я хотел бы, чтобы мы провели некий такой виртуальный мост и подумали о будущем. В первую очередь, потому что вообще сам праздник дарования Торы – это о том, как наша Тора передается из поколения в поколение, от родителей к детям, от учителей к ученикам. И есть особая мольба, особая молитва, которую часто родители произносят в преддверии этого месяца. То есть Рушхудыш Сиван – это время, когда есть особая молитва у детях, которую, собственно, сочинил великий мудрец Шло, автор книги Шней Луха Сабрис «Две скрижа Лизавета». Что это за молитва и как она помогает нам всем, вне зависимости от того, насколько мы соблюдаем уже много или не соблюдаем еще многого. Тем не менее, несколько слов об этой молитве и вообще о еврейском подходе к воспитанию детей и передаче той традиции, которая чудеснейшим образом передается на протяжении почти трех с половиной тысячелетий. Действительно, как-то распространилась традиция, особенно в последнее время, перед Рушхудыш Сиван, то есть в начале месяца Сивана еврейского, произносить молитву за благополучие детей. На первый взгляд, подобная молитва, она, казалось бы, повседневное желание каждого из нас, как родителей, кто не хочет, чтобы ребенок был успешным. Здесь вопрос только в чем? Нас принято, если мы спросим, скажите, вот ваш сын, дочь вырастет, кем они будут, кем вы хотите, чтобы они выросли? Вопрос спрашивал неоднократно. И слышал, как правило, ответы. Стандарт говорит, что он был адвокатом, другой хочет, чтобы он был врачом. Когда я начал выяснять, почему именно нужно, чтобы был адвокат и нужен врач, вдруг выяснялось, что тот, кто отвечал, прикинул, все-таки состарюсь к старости, если сын будет врачом, вылечит. А если дочка адвокатом, то спасет. В еврейском понимании, что такое будущее наших детей, оно чуть-чуть другое. Когда мы молимся за их благополучие, то в первую очередь мы имеем в виду благополучие духовное. Потому что то, что связано с благополучием физическим, экономическим, если человек только он человек веры, то он знает, что это сверху посылается на сколько будет здорово, сколько будет обеспечен. А вот то, что касается духовного развития, то это в руках самих детей. Что остается родителям? Сейчас мы будем выяснять, могут ли они в этом помочь, насколько могут помочь. Но помощь, если речь идет о духовном развитии, то должна в первую очередь проявляться в духовной работе, в молитве. Молитва – это духовная работа. Поэтому мы молимся за благополучие наших детей. Когда мы говорим, благополучие имеется в виду духовное развитие. Теперь вы правильно сказали то, что удивительная вещь, как, каким образом передавалась Тора на протяжении многих поколений. И мы видим, что это происходило. В чем тут проблема? Давайте поймем постановку вопроса. Тора, тот, кто ее учит, чем больше он ее учит, тем больше понимает, насколько она высокая, насколько она духовная, насколько она абстрактная, требующая всех интеллектуальных усилий, чтобы понять ее. И чем больше мы ее понимаем, тем больше понимаем, что мы ее не понимаем. Надо еще больше вложиться в это и так далее. Теперь давайте обратим наш взгляд на детей. Что их интересует? Давайте расскажем им Тору, Пороша Чавуа. Они понимают, могут ли ребенок в своем уровне, 5, 6, 8, даже 10, 12, 14, 15 лет понять ценность Торы, чтобы настолько проникнуться этим, чтобы продолжить, чтобы у него развилось желание учиться и избиваться с этого пути. Ведь каковы желания ребенка? Они очень простые, они, как у всех нас были. И ребенком движут телесные желания. Он хочет сладостей, он хочет играться. Это наслаждает его, это он понимает. Говорите на его языке, это, пожалуйста, такая конфета, я знаю, это не очень хорошо понимает, игра такая, игра такая, а вот что такое, что такое, там, мишна, агмарай, всякие идеи. Это не прилипает к ним, это другой мир. В связи с этим мы начинаем понимать, насколько трудно, практически невозможно передать детям ценность Тору, ведь это для нас самое основное. Это база всей нашей жизни. Как мы ребенку можем это передать? Я просто пытался, когда подвести итог и сформулировать то, что вы спрашиваете, чтобы было понятно, ощутимо, насколько это не просто духовное воспитание наших детей. Отсюда и дальше. Давайте спросим, а что имеется в виду, когда мы говорим эти слова воспитания детей в духе Тора? Что имеется в виду? Ла Фрилендер разделяет воспитание детей в духе Торы на три составляющие. Очень коротко скажем. Первое, это воспитание называется ладер херст. Что это означает? В русском понимании это, ну, чтобы быть культурным, но только некультурным, как принято во всем мире, так сказать, только приучить чисто детей к внешнему, там, тут сказать спасибо, тут быть вежливым. Хотя и это все нужно, да. Единственное, что мы не пропускаем, да, вперед и да, но это уже другой вопрос. Есть у нас в этом смысле необходимость угадать ребенку определенные границы, каким образом ведет себя еврей Торы, как он сидит, как он стоит, как он говорит, как он реагирует. Есть много границ, тут нельзя кричать, тут нельзя, есть границы, которые мы должны ему обучить, чтобы он имел этот дерех эрец, как себя вести, таким образом, чтобы окружающий мир видел его в положительном свете, как его, в принципе, и хочет. Это одна составляющая. Другая составляющая. Другая составляющая – это хенухла митцвот, это воспитание для исполнения запобедей Торг. Смысл ее в чем состоит? Привитие правильных привычек с детства. То есть, как только ребенок приходит к возрасту, когда он способен уже исполнить митцву, обязанность папы, мамы, приучить его к этому. Чем раньше он приучится к этому, тем легче ему будет исполняться. И третья составляющая – это воспитание ценностей. То есть, что есть истина, что ложь, что есть добро, что есть зло, что полезно, что может принести вред. Все составляющие этого мира, что ребенок понял ценности этого мира, только чтобы он их понял с точки зрения понимания, как Тора это понимает. Эти три составляющие – это означает воспитание детей в духе Тора. Вопрос отсюда и дальше. Как мы можем все это привить нашему ребенку? Это уже называется дополнительный вопрос. Если вы позволите, я надеюсь, что я не занимаю все ваше время. Хочу сказать следующее. Очень важно. Прежде чем мы говорим о очень высоких вещах, о привитии духовных ценностей, и ребенку, который этого не понимает, надо знать о том, что все это останется в рамках теории, описания идеала, если у нас не будет базы. А база – это просто воспитание. То есть, если нет правильных отношений между родителями и детьми, то и говорить о воспитании детей в духе Тора очень сложно, потому что это требует какого-то доверия, требует отношений, когда можно влиять на ребенка. Поэтому база всему – это отношения между родителями и детьми. Сама по себе. На эту тему мы говорили неоднократно. Есть много занятий и так далее. Я хочу добавить что-то фундаментальное одно, чтобы мы поняли, о чем речь идет, чтобы как бы прояснилось. И это для всех, всех, кто хочет знать, как воспитывать детей в духе Торы, даже не в духе Торы, просто чтобы были отношения нормальные с детьми. Так вот. Откуда мы это учим? Есть очень-очень интересный метраж, который описывает практически для нас, людей Торы, центральный момент существования нашего. Получение Тора. Кто удостоился спустить небесную Тору сюда, на землю? Человек. Как этого человека звали? Моисей. Моисей по-русски. Мы его называем Шеробейн, наш учитель Моисей. Наш учитель Моше был выбран как человек среди всех остальных, среди миллионов евреев остальных. Было много людей разумных, гениальных, добрых, за всеми качествами. Но когда Тора описывает, описывает Тора не устно, а письменно, Медраж, Медраж Раба описывает причину, почему именно Моше был избран, он описывает удивительную ситуацию. Давайте ее опишем. Она очень важна, чтобы понять и разобраться. Говорит Медраж, когда Моше Рабаину был пастухом у своего тестя и трон, то в один день, когда он следил за стадом, он обратил внимание, что одного ягненка не хватает. Пошел его искать. Нашел его далеко от стада и шел в том месте, где был какой-то ручеек, и он пил. Когда он увидел, что происходит, сказал Моше, ой, а я не знал, что ты был не голоден, что ты хотел пить. Я не знал этого. И он взял этого ягненка, взвалил себе на плечи и вернул в стадо. Я надеюсь, что все слышали, знают этот Медраж. А ну давайте присмотримся к нему. Вот если задумаемся. Ведь это было историческое событие. Что в нем было такого, что благодаря этому Моше Рабину достоился быть предводителем, вождем, царем всего еврейского народа. Обратите внимание, это очень-очень непонятно. В конце этот Медраж говорит, что когда произошло то, что произошло, как бы сказал Всевышний, ну, если ты способен так следить за овцами, то ты сможешь следить и быть предводителем, быть руководителем моего народа. Что-то тут прячется за этим. Что мы видим в этой ситуации? Что есть необыкновенно? Ну, смотрите, есть много пастухов, но Моше Рабину он видел, он следил, обратил внимание, что не хватает одного. Теперь, ну, не хватает, не хватает. Что он сделал? Он пошел искать. Где он? И в конечном итоге он нашел. Что дальше произошло? Ну, это тоже, это тоже вызывает удивление. Но, скорее всего, удивляет удивление о том, что он взвалил на плечи и этого ягненка. Меня это не поражает. Наверняка были, скорее всего, люди такие, жалостные, сердце, которые тоже, может быть, тоже бы такое сделали. Более того, удивляет сам в цвифах. Ведь это те ягненок, хорошо, но он уже напился, молодой, у него силы-то уже набрались, а чего надо было взваливать вообще на плечи? Так вот, объясняет, Более Мусара не объясняет это. Все в другом месте находится. В словах, где сказано, Медраж говорит, сказал Моше, не знал я, что ты хотел пить. кому он сказал? Кому он обратился? Обратился к этому ягненку? Ну, скорее всего, ягненок не понял. Значит, кому обратился? Там никого не было, значит, к самому себе. Оказывается, что этот факт, что человек способен обратить внимание на свое поведение, увидеть свою участь в том, что произошло. Обратите снова, снова, снова. Когда он шел искать этого ягненка, вот мы на его месте, что вы ему думали? А, вот этот негодник, шаловливый, убежал, и устраивает мне проблемы, и такой вот этот, я его сейчас найду, я ему сейчас покажу. И вдруг выясняется о том, что проблема вовсе была не с этим ягненком. Ягненок, он, так сказать, естественным путем, он хотел пить, ему не дали, по-видимому, более сильные там эти овцы, оттолкнули его, он хотел выжить, он пошел искать себе место, где попить. И вдруг Шарабейн понял о том, что проблема-то не с ягненком, а с ним. Ему не надо было взваливать его на плечи. Что он сделал? Он говорит, я ошибся, я взвалю тебя на плечи. Я дам тебе пиццу, я дам тебе, дам тебе что-то большее, чтобы залечить то, что я причинил тебе. Благодаря этому он стал Мошарабейну, он достоился пророчества, он стал царем, он стал руководителем всего еврейского народа. Надо знать, что мама с папой, они тоже руководители. Они не всего еврейского народа, в своей семье. надо знать, каким образом руководить. Простите внимание, уже даже из того, что рассказывается в этом ядраже, уже многое можно выяснить. Родители должны знать, что происходит с ребенком. Не вмешиваться. Не говорят, что нужно сейчас реагировать на все, что происходит. Знать, а он не тут, я знаю. Я иду его искать. И когда я вижу его поведение, вижу, что ребенок куда-то исчез, подросток, желание его научить, обучить, сделать замечание, что куда-то убежал, это ты меня вытаскиваешь из дома, ты мне мешаешь, ты мне... Хорошо. Когда мы видим, что происходит с нашим ребенком, мы имели силу, как у Мошарабейну, обратить внимание, какая наша участь во всем этом. Насколько мы, может быть, являемся причиной того, что ребенок так себя ведет. Сколько есть детей, которые страдают из-за того, что родители совершенно не понимают причины его поведения. Есть много объективных причин, почему дети, например, не учатся хорошо. А родителям просто наплевать на это. Они хотят просто готовый результат, оценки, гоняют его, обзывают его, унижают его. Еще хуже все делают, просто разрушивают все. Нет одного ребенка в мире, который не хочет быть хорошим, который хочет преуспеть. Если он не преуспевает, у него есть какая-то причина, надо выяснить это, можно помочь ему. Вот я два часа назад говорил с человеком, у него ребенок в первом классе, то это он во втором классе, проблемы тут, он не знал, как его, попытались понять, вошли вглубь. не буду сейчас все подробности рассказывать, сейчас его встречаю, он говорит, все поменялось, ребенок совершенно в другом состоянии, другое отношение между детьми в классе. можно помочь, можно помочь, надо только быть как муж и рабы, надо быть с глазом человека, который отвечает за себя в первую очередь, что, может быть, я, это тот, который недосмотрел, я, который мог бы спасти, я, который мог бы помочь, ведь я папа, я мама, это моя обязанность. Я чуть много говорю. Изумительно. Я хочу просто с вами разобрать еще раз, для того, чтобы быть на одной волне и просто правильно ли я вас понял. То есть, рассказ о Мушер-Абейну, о нашем учителе Моисея, который стал величайшим учителем всех поколений, действительно связан с моментом, когда Мушер-Абейну обратил внимание, казалось бы, на одну отбитую овечку. Я воспринимал это, прежде всего, как умение лидера видеть не толпу, а видеть каждого отдельного человека. Верно. В всяком сомнении, вы добавляете, смотрите, мы не, если бы только эта тема, то мы бы взяли этот мидраж, и мы увидели, что там есть, кроме того, что вы сказали, еще много составляет, что можно выучить из этого. Я просто подвожу. Это очень существенный момент. Очень существенный момент. Да, но это связано как раз, потому что, когда отец понимает, что это не просто его дети, а что каждый отдельный ребенок, он отдельный мир, который он пытается понять, тогда у него к нему внимание. Получается, что Мушер-Абейну побежал. И, кстати, я помню моего учителя, не только Раб-Мейр Ходаш, но и главы Ешивы, мужа его дочери, Раб-Бор-Мордах из Рахи, вашего соседа сегодня, он говорил, что, ведь говорится там в Торе, «васар ли рот», что, когда загорелся куст, то он посмотрел на этот куст, он повернулся увидеть, то есть, засловно, он повернулся, для того, чтобы увидеть это чудо, горит куст и не сгорает. И там есть спор между мудрецами. Один говорит, что он только повернул голову и тут же вернулся обратно, а другой говорит, что он сделал еще шаг. И мой учитель объяснил, что имелось в виду, что какие бы ни были отвлекающие моменты, он продолжал заниматься этой овечкой в первую очередь. Он помнил, что он в первую очередь пастух, а потом все остальное. Поэтому даже величайший из чудес, он только взглянул на него и не более того. Он не потерял, так сказать, внимание своего внутреннего, что его ответственность сегодня подошли к этому, условно говоря, символическому ребенку. И вы тут сказали, что удивительно в рамках этого разговора, что он сказал то, что он говорит, ой, я не знал, что ты хотел пить. Да, то есть овечка, что ты хотела пить. И вы объяснили это, если я правильно понимаю, что здесь смысл в том, что он как бы признал некую свою ошибку, что он вроде бы заботился, вроде бы искал, вроде бы внимания не отключал, но тем не менее до конца не понял. Смысл этого в том, что он изначально Маширабейну видел эту овечку как некий источник проблемы, то есть траблмейкер. Да, убежал, искал приключения, то делает мне проблемы. А когда он увидел, что причина этого, он понял, что на самом деле не сама овечка, она траблмейкер, которая, а он проблема, потому что он не усмотрел то, что эту овечку оттолкнули и не дали ей попить. Это была его ответственность. Отсюда. Он осознал, называется, осознание греха, осознание своего поведения, того, что он был тут неправдой. Тот факт, что убежал эта овечка, это из-за него. Это не то, что эта овечка она проблематична. Во-первых, отсюда я вижу, может быть, дополнительный источник в Торе к словам наших мудрецов, комментирующих, в частности, ваше замечательное имя Ашер, которым в книге Ваикра, в книге, посвященной службе в храме, говорится Ашер Наси Ихта. Когда лидер согрешит, он должен, он приносит определенного рода искупительные жертвы в храме. И говорится, почему сказано Ашер, не им, не если, как в других случаях, а когда. И утверждается, потому что в слове когда Ашер сокрыто слово счастье. Ваше имя это слово счастье. И мудрецы говорят, счастливое поколение, лидер которого, согрешив, признает свою ошибку. и тогда может вести за собой поколение, показывая, как ошибки исправлять. В этом смысле счастлив ребенок, отец которого может сказать, сынок, я ошибся. Потому что лишь тогда он может научить своего сына признавать и исправлять его ошибки свои. А если отец всегда прав и всегда упрямится, то тогда что ожидать от ребенка? Он будет делать то же самое. Я правильно понимаю ваше слово? Конечно. Именно в этом точка. Так оно и есть. Отец, который эгоцентрично строит свои отношения с ребенком, видит себя в центре, свою почесть, требует вечное уважение к себе. И это как бы база всему, разрушает все в своей семье. это самая деструктивная сила, которая есть. И благословенен тот, который способен выйти из этого. Признать, сказать, что не нужно постоянно говорить, ой, ошибся, не об этом речь идет. Но речь идет о том, что каждый из нас, как отец, как родитель, должен делать хешбон нефиш, должен делать с собой какой-то я правильно поступаю, неправильно поступил, спрашивать, сомневаться. исправлять. Это должна быть какая-то духовная работа, иначе мы не сможем выполнить нашу роль как родители. То есть, если я правильно вас понимаю, речь идет о том, что человек, отец, например, должен взять на себя ответственность отца, который ведет своего ребенка, и если ребенок за ним не идет, то, может быть, это не проблема ребенка. это может быть, как правило, это, как правило, когда я говорю, как правило, тут, да, ситуация, как вы спрашиваете, на мой взгляд, чуть ли не 95%, это проблема родителей, то есть, отца неумение выстроить правильные свои отношения, потому что каждый ребенок, каждый сын, дочь, хотят хороших отношений со своим отцом. Они хотят этих отношений, это естественным образом, а вот мы отталкиваем иногда свои, так сказать, заботы о себе, а не непониманием души ребенка, нежеланием спуститься на корточки к уровню наших детей, надо на каждом уровне спуститься к ним, говорить ихним языком, чувствовать, чтобы они чувствовали нашу любовь, наше понимание, наше доверие, тогда другие отношения выстраиваются с нашими людьми. Я помню, что один из моих дорогих учеников, я упомяну даже его имя, Илья Братман, который сегодня возглавляет программу образовательную Гилеля в Барух-Калледже и очень многие университеты в Манхэттене как раз это место его работы, в смысле он работает с еврейской молодежью, на самом деле с тысячами студентов в Манхэттене еврейскими. И вот он мне как-то прислал коротенькое видео, в котором дирижер выступает перед бизнес-публикой, это TD Talk, то есть это такое популярное выступление, в основном связанное с какими-то человеческими или бизнес-вопросами. И там как бы возникает вопрос, он говорит, откуда я знаю, что я правильную делаю работу как дирижер? Как узнать правильно, какие, так сказать, есть такое правило в бизнесе, if you can't measure something, you cannot manage. Если ты не можешь что-то измерить, ты не можешь это управлять. Как я знаю, правильно я делаю свою работу? Вот я смотрю на лица моих музыкантов. И когда я вижу, что эти лица вдохновлены, то я знаю, что я делаю свою работу. Если я вижу музыканта, лицо которого не вдохновлено и глаза которого не наполнены светом, то я не спрашиваю, почему в моём оркестре музыкант, глаза которого не наполнены светом и лицо которого не показывает, что он вдохновлён? Я спрашиваю себя, какой ты дирижёр, что твой музыкант Лицо его не вдохновлено. И он переносит эту тему на родителя и говорит, что если ваш ребенок не вдохновлен, то вместо того, чтобы говорить, как-то у меня такого, сын, который такой. А вы спросите себя, почему у такого родителя? Как вы можете стать лучшим родителем, чтобы вдохновить своего ребенка? Это вопрос, который вы можете задать себе. И я хочу упомянуть тоже слова Сатмар-Ребе, который говорил, что вот в известной фразе «Хан-Ох-Лен-Ар-Аль-Пид-Дар-Ко» «Направляй ребенка, воспитывай ребенка его уникальным путем». Тогда даже когда состарится, он не свернет с него. Обычно понимается, что если ты направляешь ребенка его путем, то он по этому своему уникальному пути и продолжит идти. Ты не ломаешь его природу, ты направляешь его природу. Но Сатмар-Ребе внес нюанс. Здесь не сказано «он ребенок». Поэтому можно понять, как он родитель. Потому что родитель вдруг осознает, что единственный способ вести своих детей – это своим примером. И работая над самим собой. Если когда мы спрашиваем себя, зачем нам дети? Зачем нам дети? Дети – это не игрушка. Дети – это, как говорят, маленькие дети. Маленькие проблемы. Большие дети – большие проблемы. В том смысле, что Всевышний посылает нам детей для того, чтобы мы продолжали идти тем путем, с которого мы, родители, не сворачиваем. Потому что без детей мы могли бы заснуть за рулем. Они нам не дают. Возвращаясь к молитве, что же вы скажете о самой молитве все-таки? Простите, что я возвращаюсь, если у вас есть еще мгновение. Что вы сказали о этой молитве? Мы говорили, что это молитва о духовном. Это не просто о воспитании культуры, этики. Это проникновенная духовная молитва. То, что кроется за этой молитвой, это наше пожелание правильного духовного роста наших детей. В наше время мы обеспечены практически всем материалом. Относительно мы даже душевно защищены. А вот то, что касает нашего духовного развития, это просто никак не определено. Более того, он находится под большой опасностью. Особенно, надеюсь, знают и уже чувствуют, особенно последние 10 лет, с развитием этих виртуального пространства, когда дети практически уходят от своих родителей в это пространство, где нет никаких духовных ориентиров, духовных, никакого духовного развития не происходит на самом деле, даже если смотреть какие-то программы, которые вроде развивают, это самый обман. Поэтому на этом фоне для нас развитие духовной жизни, правильной наших детей, это находится в центре нашего внимания. Вопрос, как на самом деле это можно развить. Только в двух словах, это отдельная тема, очень-очень глубокая и широкая. И смотрите, с чего все начинается. Как можно вообще привить к ребенку вообще какой-то, я же не говорю, любовь к Тори, но в крайней мере, чтобы это было соотношение, чтобы он интересовался, чтобы это, мы же должны передать как-то эту духовную традицию. Многое зависит, в первую очередь, от дома. Влияние на ребенка дома, в школе и на улице. Это три центра, которые есть. Но в начале, скажем, до возраста 7-8 лет, основное влияние, оно дома, и оно очень фундаментальное, оно очень-очень сильное. То, что мы можем повлиять, как родители, в первую очередь. Мы и дальше влияем, в не всяком сомнении, очень сильно влияем. Как вы говорили, личный пример. Сейчас будем о нем говорить. Но надо знать, что мы создаем в доме нечто, что оно не поддается никакому определению. Некая атмосфера, какая-то бессознательная такая была. Что мы почитаем, что мы некая система ценностей, которая без того, чтобы ее объявить в явной форме, мы ее устанавливаем. Например, в былые времена любили говорить о поэзии, сочинять стихотворения. Почему? Даже люди, которые не обладали талантом, точно так же музыка была очень распространена. Я не знаю, вас заставляли пиликать что-то. Я знаю, у всех нас, у всех евреев, мы были обязаны что-то. Это было иметь слух, не иметь слух, неважно. Почему? Откуда все это пришло? Если ты не играешь, ты не культурный, ты стихи не читаешь, ты не интеллигентный, я не уверен, я не в курсе дела, но я не уверен, что современная молодежь, она вообще интересуется поэзией, знает, кто Пушкин, вообще какие-то симфониями интересуются. Что происходило тогда? Ответ. В мире было некое почитание, почитание этой культуры. Когда человек живет в рамках этого почитания, он к этому стремится автоматически, и он знает, у него есть какой-то подсознательный ориентир. Для нас надо понимать, что если в доме мы создаем атмосферу почитания культуры, ребенок слышит, насколько родители почитают этот путь, почитают рабину, почитают содержание, говорят об этом, для него это становится ориентиром, для того, чтобы он понимает, что это то, что ценится, и к этому надо стремиться. Он не понимает содержание, но он понимает, что это хорошо, понимает, что нужно, это изучать. Личный пример, мы видим это очень-очень существенно, когда слова, они поддержаны делом, он видит о том, что папа, он приходит уставший, и тем не менее, он открывает, тор открывает, талмуд, что-то учит, ребенок видит это, или он пошел в синагогу учиться, спрашивает маму, где папа? Он говорит, папа пошел учить Тору, когда он придет, придет поздно, для папы это важно, он видит, он понимает о том, что есть нечто, что очень важное для Адамы, есть во всем этом еще существенная часть, очень-очень существенная, если мы хотим знать содержание настоящего человека, так говорят наши мудрецы, обратите внимание, от чего он удивляется, чему он восхищается, это настоящее его внутреннее содержание, если ребенок видит, что когда дело доходит о покупке машины, и вдруг он увидит, насколько глаза папы сверкают, такая марка, такая марка, как доходит до Торы, он пол засыпает, пол говорит, это, так сказать, что там лямлится, он понимает, где интуитивно, где на самом деле какие ценности, и знает, как их расставить, что на самом деле важно. Обратите внимание, если ребенок живет в атмосфере, где мама удивляется тому, как папа здорово рассказывает, и говорит Тора, о которой она сама не понимает, и неважно, от нее не требуется понимать, от нее требуется восхищаться тем, что папа говорит, то, что он даже сам, может быть, не понимает, и это не так передается атмосфера любви к Торы, следующему поколению. Ребенок растет в этом, воспринимает это, он становится уже склонным к тому, чтобы самому понять, разобраться, ну что же там такое теперь, что еще очень важно. Надо знать, что дети, так мы все и мы были, мы понимаем только одно удовольствие, что есть удовольствие теперь, какие удовольствия есть у ребенка, в первую очередь, как мы говорили, телесные, а над ними и душевные, интеллектуальные, это в последнюю очередь, это придет потом. Тора, она дает нам наслаждение колоссальное, но интеллектуальное, это следующий этап. Ребенок, он тут не находится, что мы, но тем не менее, мы должны обучать ему тоже, дайте ему изучать Мишну, Мишна сухая, факты там, тяжело ее понять, непонятно, как можно ребенку обсудить, разжевать все это, Мишну или там, Элаху или что-либо, что, казалось бы, не связано с его жизнью, не понимает ценности всего этого, ответ. Очень-очень важно. Поменять можно только удовольствие на удовольствие. Вы можете, и это имеет смысл и в других областях, надо знать о том, что если вы хотите ребенку дать что-то одно, дайте ему вместо этого что-то другое, но на том же уровне удовольствия. То есть, если вы не даете ему сейчас, казалось бы, вы хотите дать ему удовольствие от Торы, а она небесная, она высокая, и ее невозможно достичь. Дайте ему параллельно с этим удовольствие телесное. Например, вы изучаете что-либо, это всегда сопровождается тем, что есть что-то сладкое, какая-то конфета, какая-то, не знаю, бомбонера, не знаю, что-то такое, что ребенок, не вы, не вы, а ребенок любит. То есть, это понимание детского это сказать, там, не знаю, заставляет, ешь зефир в шоколаде, а ребенок не терпит зефир в шоколаде, это вы любите, а он любит какое-то там, не знаю, самое примитивное какое-то, какая-то петужья, не знаю, что-то другое, что, то, что он любит, надо давать, а не то, что вы любите. Что он понимает ребенок, что-то связано с Торной, это вкусно, это сладко, это хорошо, заходит у него в осознание. Кроме этого, есть еще более высокий уровень, который, да, понятен ему, это удовольствие душевное. Что это значит? Меня хвалят, меня любят, мне доверяют, папа со мной, мне приятно. Так надо учить Тору. Когда мы учим Тору, нельзя делать ошибки, как многие из наших отцов, когда они хотят, сказать, папа, вот понял, ты сейчас тоже поймешь, надо оценить. Меня учить Тору не для оценок, не для того, чтобы знать. Знать они будут, когда будут в Ищевак Дора. А пока нужно только привить им Матикута Тора, только сладость Торы. Как ее можно привить, кроме сладостей физических? Это когда папа, он видит, как папа просто, ну, умиляется, удовольствие от того, что сын что-то рассказывает про Тору, хвалит он его, он его целует, обнимает, держит на коленях. Рассказывает историю, известную в одной из великих родинов наших, о том, что когда к нам пришел один большой гость, и, между прочим, он там выдвинул шишкатый, русский, я уже даже не знаю, как мегера. И там были, и там были маленькие машинки. Много, быстранные, так, ряды, ряды, и он обратил внимание, что его гость обратил на это в него, он говорит, он говорит, вы думаете наверняка, что эти игрушки, это я храню для своих внуков. Это мои игрушки. Но только я, не думайте, что я с ними играюсь, а не играю здесь. Может быть, я их храню. Когда я был ребенком, я очень любил играться. Я не любил учиться, я любил играться. Для меня игры с этими машинками, это то, что меня завлекало. Так вот, мой отец, он, когда видел, что я играю, все, он присоединился ко мне, начал вместе с машинками водить. Посередине вот этой игры он мне рассказывал какую-то мишну. Я объяснял так, я объяснял так, я продолжал с машинками. Мне было в одно удовольствие. Мы выходили на улицу, на качелях мы катались, и мы вместе учились с ним биркево. Он сидел у меня, папа меня обнимал, меня целовал, и вместе мы с ним, и, так сказать, с удовольствием. Это вошло во мне такой силой, что до сих пор, мне уже за 70 лет, я еще живу с этим ощущением. По-видимому, это единственный путь, как передать следующему поколению нашу высокую, великую туру. Удивительные слова, которые вы произнесли сейчас, это напоминает мне, в частности, что какое-то время назад, три десятилетия с лишним, на самом деле, когда я открыл здесь школу, то в мою синагогу случайно пошел человек, ну, наверное, не случайно, пошел на урок. Турист из Минска, который возглавлял кафедру психологии Минского университета или Минского педагогического института. Я тогда спросил у него, знаете, я открыл школу, но я не учился в педагогическом институте. Скажите, пожалуйста, а в чем главная моя обязанность как директора школы? Он говорит, я отвечу вам одним словом. Атмосфера. Вот видите, вы сказали, это атмосфера. То есть, это атмосфера даже, это любви в семье, это тепла в семье, это уважение к человеку. Это как для рыбы вода, очевидно, да? Если атмосфера неприятная, если атмосфера, что папа взрывается, что папа гневливый, то это не привлекает ребенка идти путями своего отца по жизни. И, наверное, последнее, это то, что ведь мы каждое утро благословляем Всевышнего на Тору, благодарим его за то, что он дал нам Тору, но в этом благословении есть удивительная просьба. «Ве-гаревно, Всевышний, сделай Тору вкусной в моем рте, в наших ртах и в ртах наших детей». И я помню, что, по-моему, от имени рыбы цеха утора говорили, что вот эта вот удивительно уникальная мольба о том, чтобы заповедь изучения Тору была вкусной. Разве мы просим, чтобы, скажем, одевание тфилин, соблюдение шабата или любая другая заповедь обязательно была вкусной? У нас это беспрецедентная просьба. И он объяснял, что человек должен учить Тору в том месте и ту тему, которую он наслаждается. Он должен научиться наслаждаться Торой, и лишь тогда он сможет передать это наслаждение своим детям. И вы, безусловно, передали это наслаждение сейчас нам с вами. Не только конфетки и игрушки, но, в конце концов, сама Тора, пусть она будет сладкой, в наших ртах и в ртах наших детей и продолжает передаваться из поколения в поколение до прихода Машеха, дай Бог, скорой в наши дни. Спасибо огромное вам. Пожалуйста. Очень был рад встретиться с вами лично, со всей вашей аудиторией. И будем надеяться, что мы посылаем из Иерусалима ваше и мое здесь из Нью-Йорка благословение всем нашим родителям, чтобы они имели от своих детей маленьких, маленькие удовольствия, а чем они будут становиться старше, чтобы их нахаз, их счастье от их детей продолжало увеличиваться. Всего самого хорошего. Спасибо. Всего на лучшем. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok